Господь 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 Дух Святой двигайся Мы славим тебя За единство движения новое поколение Халилюя Соедини нас Объедини нас Дай нам одно сердце Один дух Пусть придет одна победа Халилюя Мы поклоняемся тебе Мы превозносим твое великое и святое имя Пусть Господь Перед этим именем Преклонится всякое колено Небесных Земных и преисподних И пусть этот день Станет днем Великой победы В наших городах В наших странах Пусть этот день Будет знаменательным днем В судьбе каждого из нас Мы просим тебя об этом Во имя Иисуса Христа Амин Халилюя Прославьте Господа Амин Халилюя Халилюя Господь царствует Амин Халилюя Этот день сотворил Господь И мы будем радоваться и веселиться Потому что наш Бог Бог всех богов Он царь всех царей И Он Господь всех господствующих Амин Приветствуйте тех, кто рядом с вами Скажи, ты хорошо сделал, что пришел Сегодня особый день Сегодня день победы Сегодня день великой Божьей славы Халилюя 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 Господь царствует Господь царствует Господь царствует И владычество Его Не имеет предела Амин Халилюя Спасибо, левиты Молодцы Далеко не уходите Большие аплодисменты Нашим музыкантам Халилюя 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 Итак, уважаемые друзья Сегодня особенный день Я бы так назвал День молитвенной солидарности Потому что на сегодняшний день Все движение новое поколение Оно соглашается Смиряться Смиряться Перед Богом Ходатайствовать И молиться О том Чтобы воля Божья Исполнилась В нашей жизни Мы убеждены Что в единстве Сила Мы убеждены Что в единстве Есть великая победа И в тот момент Когда вы уютно сидите В этом небольшом зале В этом городе И в этом зале Там Сегодня В Украине Собралось Где-то около Восьми тысяч Последователей И Тех, кто принадлежит Новому поколению И прямо сейчас Идет прямая трансляция По всем каналам СНЛ И Хорошо, что вы пришли сюда Те, кто дома остался Они сегодня Наслаждаются Этой Прекрасной панорамой В одном зале Около восьми тысяч Людей Которые поклоняются Богу И молятся Это церкви Нового поколения Мы Разделены Тысячами Может быть Километров Но в то же время В духе Мы Вместе Потому что молимся О том же самом О том, чтобы движение Новое поколение Исполнило свое Предназначение Чтобы в наших городах Самым авторитетным Именем Было имя Иисуса Христа Чтобы Авторитет И квалификация Божьих Священников День ото дня Становилось Больше И больше И чтобы Все дела дьявола На нашей земле Были разрушены А Царство Божье Было бы Утверждено Амин Воздайте Господу Великую славу Халлелуя Наш Бог Велик Такая же Инициатива Сегодня Поддерживается И На территории России И на территории Белоруссии И церкви Новое поколение Сегодня соединены В одном Движении Это Движение Молитвы Халлелуя Халлелуя И Мне очень нравится Это место Деяния апостолов 4 глава 31 стих И по молитве Их Поколебалось Место Где они Были собраны И исполнились Все Духа Святого И говорили Слово Божье С дерзновением Я абсолютно Убежден Что Бог Вчера Сегодня И вовеки Тот же И по молитве Их Это происходило Вчера По молитве Их Будет происходить Сегодня И по молитве Их Тех Кто знает Кто есть Бог По молитве Тех Которые знают Какова могущественная Сила Заложена В молитве Которые ценят Этой возможностью В их судьбе И по молитвам Их Будет колебаться Земля Будут колебаться Основы Темниц Узы Ослабеют И все измученные Выйдут На свободу По молитве Их Поколебалось Место Где они были Собраны И Писание И исполнились Все Духа Святого Друзья мои Это самое главное Это самое главное Когда Дух Святой Наполняет нас Один Дух Святой Дает нам Одно сердце Дает нам Одни откровения И Делает нас Одним Организмом Одной Могущественной силой Для того Чтобы на этой земле Мы утвердили Царство Божье Халалюя Итак Друзья Мы собрались сюда Для того Чтобы молиться И молитва И у нас Очень много Вопросов Которые мы должны Открыть Перед Богом Нас связывает С Богом Только вера И нас связывает С Богом Молитва Вы знаете Когда человеческие Возможности Заканчиваются Остаются Только Божьи Возможности И я думаю Что в нашей жизни Сегодня Сложилось Много вопросов И сегодня Мы будем молиться О единстве Движения Нового поколения Мы будем молиться За рост церквей Нам необходимо Видеть Что наши церкви Растут И качественно И количественно И к концу года Мы хотим Удвоиться Будем молиться Об этом Дальше мы будем Молиться за молодежное Движение Для того чтобы Наше будущее Было мощным Организованным И ощутимым Дальше мы будем Молиться за наш город За нашу страну За наше правительство Потому что на самом деле Сегодня они Очень нуждаются Наш народ Нуждается В переменах И если церковь молчит То Другие силы Они активизируются И Писание говорит Прежде всего Прошу вас Совершать молитвы За начальствующих И властей Кроме этого Мы будем молиться За нужды тех людей Которые мы собрали На улицах нашего города Целая команда Евангелистов Работали Последние дни Ходили по улицам Беседовали с людьми Спрашивали Какие нужды У вас есть И После проповеди И После определенной Молитвы Мы вынесем Молитвенный алтарь На котором Сотни Нужд Которые написаны Людьми Там просят Молиться О Семьях Об исцелении Об освобождении От Всякой Порочной Зависимости И о том Чтобы этот климат Поменялся Мы будем Молиться И мы Глубоко верим Что Бог наш Есть Бог Отвечающий Я бы хотел спросить Есть ли в зале Человек В жизни которого Бог хотя бы Один раз Ответил на молитву Есть ли хоть Один человек Который бы хотел Его поблагодарить За то Что он Отвечающий Бог Воздай ему Славу И закричи Халлелуя Прежде чем Мы будем Молиться Я бы хотел Друзья Еще раз Вместе с вами Заглянуть Слово Божье Чтобы мы знали Какому Богу Мы молимся Это не маленький Бог Это не слабый Бог Это Бог Всех Богов В Его руках Вся сила В Его руках Вся власть Он тот Который сказал Возови Ко мне И я отвечу Тебе Покажу тебе Великое И недоступное Чего Ты Не знаешь Перевод Нужен? Нужен перевод сегодня? Нет? Кто меня не понимает? Поднимите руки Кто меня понимает? Пожертвуйте Сто лад Но это в конце будет Хорошо Спасибо за понимание А Игорь Сегодня у тебя выходной По крайней мере Во время моей проповеди Итак Каков мой Бог? Когда я знаю К какому Богу я прихожу И кто Он? Я могу рассчитывать На соответствующий ответ Второе Коринфянам Четвертая глава Прочитаем Пятый С пятого стиха Ибо мы Не себя проповедуем Но Христа Иисуса Господа А мы Рабы Ваши Для Иисуса Мы не себя проповедуем Да кто мы такие? Мы никто Убери Убери сейчас Помазание Убери откровение Бога Убери сейчас Слово Божье от нас И Его Посланничество Мы Ничего Из себя Не представляем Но сокровища Сие Мы носим В глиняных Сосудах Ценность Человеческой жизни Заключается В божественном Содержании Этого человека Итак мы не себя проповедуем Мы проповедуем Иисуса Христа Потому что Бог Повелевший Из тьмы Воссиять Свету Озарил Наши сердца Дабы Просветить Нас Познанием Славы Божьей В лице Иисуса Христа Но Бог Повелевший Бог Которому мы верим Это тот Бог Который Повелевает Скажи Мой Бог Это Повелевающий Бог Он тот Кто Приказывает И его Приказы Выполняются Мой Бог Имеет власть Имеет силу Он Он тот Кто Повелевает Халлелуя И если я верю Моему Богу То Его качества Становятся Моими Качествами Если мой Бог Бог Повелевающий То я Верующий В такого Бога Являюсь Божьим Сыном Который Имеет право Повелевать Скажи Если мой Бог Повелевает Я имею право Повелевать И не обстоятельства Будут руководить Мною Я Имею власть Руководить Обстоятельствами Вокруг тебя Халлелуя Мой Бог Повелевающий Бог Поэтому Моя вера Повелевающая Вера Моя вера Приказывает Моя вера Повелевает И меняет реальность Вокруг себя Халлелуя Мой Бог Повелевающий Бог Поэтому Моя вера Повелевающая Вера Чем мы младше Чем меньше мы знаем о Боге Тем больше мы просим Просим Это тоже молитва Это тоже знание О Боге Но это тоже определенный возраст Потому что написано Просите Но в то же время Чем старше мы становимся Чем взрослее мы становимся Тем больше власти приходит В твою жизнь И ты Меньше просишь А больше Приказываешь И ты уже не просишь Бог Защити меня от дьявола Бог тебе говорит Я дал тебе власть Повелевать Ты будешь повелевать Бесами они будут уходить Ты будешь приказывать дьяволу И он будет уходить от тебя Мы сегодня Ничего не будем просить Мы будем сегодня Повелевать Дьявол уходи от наших детей Уходи от нашего лидерства Дьявол уходи от нашей церкви Дьявол убирайся вон От наших денег Во имя Иисуса Христа Дьявол не боится тех кто просит Дьявол боится тех кто повелевает Дьявол не боится тех кто просит Дьявол боится тех кто повелевает Так вот мой Бог Какой мой Бог Бог повелевший из тьмы Воссиять свету Я восторгаюсь Тьма кромешная И он не просил Свет Ты где Пожалуйста Явись Нет Он в кромешной тьме Низги не видно Просто Тьма И вдруг Бог Повелевает Да будет свет Свет И стал свет В кромешной нищете В кромешной бедности В кромешном страхе Стань как Бог Сделай свою веру Повелевающей И скажи Да будет исцеление Да будет мудрость Да будет слава Божья Да будет процветание Да придет уверенность Да придет Божья слава И Когда ты говоришь Да будет свет Свет будет В устах наших Братья и сестры И смерть И во власти языка И жизнь Наш Бог повелел Из тьмы Воссиять свету И Он Озарил сердца наши Дабы просветить нас С познанием славы Божьей Здесь Ни познанием процветания Ни познанием исцеления Ни познанием утешения Все что я сейчас перечисляю И мог бы дальше перечислять Это издержки Это лишь результат И плод Того самого главного Фактора познания Который Он открыл нам Познанием славы Божьей Подумайте только Единственное что мы должны познавать Не славу человеческую Искать не славу человеческую Искать славу Божью А что такое слава Божья Это ореол нашего Бога Это его парфюм Если хотите Его атмосфера Это его Его дыхание Искать славу Божью Это искать Бога Потому что слава Божья Неразрывна от самого Бога Если Бог Он окружен славой Своей Он являет ее Тем, кто ищет ее Он Озарил сердца наши Познанием славы Божьей В лице Иисуса Через Иисуса Христа Ж 스트� español Слава Божья Сambulants Через Иисуса Христа Слава Божья Придет Судьбу Наших Детей Через Иисуса Христа Слава Божья Придет в новое поколение Каждого города Латвии Через Иисуса Христа Церковь новой поколения станет матерью тысячи церквей. В лице Иисуса Христа Слава Божья явится Во время праздников поклонения На центральных городах, столичных городов. Амин! На центральных площадях, столичных городов. И через Иисуса Христа Эта земля увидит славу Божью. Амин! Итак, наш Бог есть Бог повелевающий. Матфея 5,45 Давайте посмотрим, каков наш Бог, такова наша вера. Если Бог повелевает, Он тебе дает право повелевать. Он дает тебе право повелевать. Читаем, 45 Да будете сынами Отца вашего Небесного, Ибо Он повелевает. Солнцу своему восходить над злыми и добрыми. Он не просто просит, солнышко ясное, Не поднялось ли бы ты сегодня утром Над нашей грешною землей. Скажите, Господь повелевает солнцу. Господь повелевает ветрам. Господь повелевает звездам. Господь повелевает звездам. И если я верю Богу, И создан по образу и подобию Божьему, У меня есть власть. У меня есть власть. Повелевать. Мы готовимся к повелевающей молитве. Мы будем молиться о разных вещах. И мы будем повелевать. Всем обстоятельствам вокруг нас. Вы помните, была буря. Вы помните ученики, Которые плыли с Иисусом, И вокруг поднялся шторм. Это была ночь, Это была буря, Ни звезд, ни сги, ни видать. А Иисус возле кормы, Он спал. И ученики растолкали Его, Разбудили наставник, Мы погибаем. Он встал, и написано, И Он приказал ветром и волнам. И Он сказал буре, Утихни, перестань. И буря утихла. И волны перестали. И ученики, Они были в шоке. Говорят, кто такой, Что Он и бурям, и ветрам приказывает? Я хочу верить такому Богу сегодня. Я хочу стоять на этих обетованиях сегодня. Не ждать, не пережидать бурю. Остановить ее. Не пережидать, когда же дьявол перебесится. Остановить его. Когда Иисус пришел в Капернаум, И какой-то бесноватый перебил его проповедь. И начал орать. Что ты здесь пришел? Раньше времени мучить нас. Он говорит, замолчи. Замолчи. И все в шоке были. И говорили, что за новое учение, Когда Он злым духом повелевает. До этого все люди повиновались злым духом. Или одержимым людям. И вдруг какое-то новое учение. Повелевающая вера. Братья и сестры, это не традиционная вера. Это реформаторская вера. Потому что традиционная вера смиряется Перед одержимыми людьми. Перед обстоятельствами. Перед несправедливостью и нищетой. Но когда приходит Иисус, Все меняется. Он тот, кто повелевает свету. И свет сияет. Он тот, кто повелевает бурям. И бури умолкают. Он тот, кто повелевает бесам. И бесы уходят. И если я сегодня называюсь христианин, Боже мой, я хочу, чтобы моя вера была Повелевающей верой, Которая приводит в содрогание Престолы, беззакония и дьявола. Халлелуя. Закрой глаза несколько минут, помолись, Чтобы это все переварилось внутри. Моя вера повелевающая. Мы сейчас будем молиться. Мы будем разрушать дела дьявола. Мы будем останавливать бури. Мы будем выгонять бесов. КОЛЛ БАРИЛЕГРЕИ. КОЛМАРИЛЕГРЕИ. КОЛМАН ГЕРСА МАРИЛЕГЛОСЯНДА. КЕЛЛ БАРАСУМБРЕИ. КЕЛМАРИЛЕБРЭССИНДАЛМАРИЛЕГРЕССИНДА. Повелевающая вера во имя Иисуса. Пусть Господь поднимется этот великий дух, Дух повелевающей веры, власть и авторитет. Кыль, Бакура, Маканда, Калмера, Сорба, Щента, Кирба, Щеце, Целилия, Корба, Штелила, Брэщантала, Халлилуйя! Белма, Русан, Джила, Брэгэщантая, Халлилуйя! Во имя Иисуса Христа! Если тьма окружает, приказывай, да будет свет, и тьма уйдет. Если шторм вокруг тебя, встань, как Божий Сын, и скажи, утихни! Перестань во имя Иисуса Христа, и буря утихнет, и буря перестанет! Если какие-то одержимые люди хотят закрыть твой рот, во имя Иисуса противостань! И скажи, умолкни, замолчи, и выйди вон! Халлилуйя! Лекум бастул на мерея! Халлилуйя! Мы должны в духовном мире действовать не с позиции слабых, мы должны действовать с позиции власти! Когда пришли ищейки, когда тайная полиция, фарисейские, фарисейских там органов пришли, чтобы Иисуса арестовать тайно! Они забыли, зачем они пришли, они заслушались Иисуса, и они забыли, зачем пришли, они всю проповедь от начала до конца послушали, потом вернулись назад, и когда им шеф задал вопрос, почему вы не арестовали его? Они говорили, да как его арестовать? Он говорил не так, как вы, он говорил, как власть имеющая, братья и сестры! Пусть сегодня, прежде чем мы приступим к молитвенной повестке дня, будет серьезная внутренняя установка, я имею власть! Я буду молиться, как власть имеющий! Я буду говорить, как власть имеющий! Я буду заявлять дьяволу в лицо, как власть имеющий! Когда смерть будет дышать мне в лицо, я буду говорить, как власть имеющий! Смерть! Где жало твое, ад, где победа твоя! Если дух того, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет во мне, то воскресивший Иисуса Христа из мертвых, оживотворит мое смертное тело! Запомните, все в духовном мире персонифицировано! Смерть – это личность, обращайся к ней и приказывай ей! Болезнь – это личность, она имеет имя, приказывай, и пусть она убирается с твоей дороги! Нищета – это тоже личность, обращайся к ней, чтобы она убиралась из твоей жизни во имя Иисуса Христа! Не позволяй, чтобы эта гадость заползала в твои мозги, чтобы тараканы заводились в твоих мозгах! Не позволяй! Не давай место дьяволу! Писание говорит, так как они не заботились иметь Бога в разуме, там завелись тараканы! Поэтому следи за тем, чтобы мозги были чистые! Приходи на молитвы, слушай Слово Божие, пропитывайся Словом Божьим! Потому что Слово Божье будет моделировать образ и подобие Божье в нашей жизни! А образ и подобие Божье – это повелевающая вера! Скажи, я не просто верующий! Я обладаю повелевающей верой! Если мой Бог повелевает, я буду повелевать! Я видел Отца повелевающего, и я буду повелевать! Если по Его приказу останавливались бури, и расходилась тьма, и бесы выходили! По моей вере буря утихнет, бесы уйдут, и слава Божья явится в моей жизни! Аминь! Халлелуя! Деяния апостолов! 17 глава, читаем 30 стих! Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем! Всем и повсюду покаяться! Даже покаяние! Господь не просит! Господь не будет бегать! Господь не будет где-то там упрашивать! Бог повелевает! Всем и повсюду покаяться! Мы сегодня в духовном мире провозглашаем всем, кто живет в Латвии! Всем, кто сегодня живет по соседству с нами! Покаяние – это тоже результат воздействия каких-то духовных сил на сознание человека! Кто пленяет помышление человека? Если это неверие, если это князь, господствующий в воздухе, пленяет волю человека, он бьет, он гуляет, он убивает, он насилует, он чихать хотел на все святыни евангельские, но когда ты в духовный мир повелеваешь и приказываешь, ты, дьявол, отступи от этих людей! И Дух Святой пленяй их помышления в послушании Иисусу Христу, потому что Бог повелевает, и я повелеваю всем и повсюду покаяться! Нам нужно иметь дерзновение! Иногда мы слишком психологично подходим, считая, что это может оскорбить или об колено сломать человека, когда ты в Духе Святом повелеваешь. Никто не имеет права оспаривать этот приказ. Амин! Человек будет дрожать, человек будет плакать, Бог повелевает всем и повсюду покаяться! Исход 14, после чего мы будем молиться! Я думаю, каждому из нас, я думаю, каждому из нас сегодня нужна от Бога помощь! Я думаю, каждому из нас от Бога нужна помощь! Исход 14. Прочитаем 14 и 15 стих. «Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне!» «Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне!» «Не бойтесь, стойте в вере и вы увидите спасение Господне!» Я хочу кому-то сегодня сказать, не бойтесь! А ситуация была серьезная. Вроде бы вышли из Египта, 10 каз не закончилось, Пасха позади. Пасха отгремела. И мы думали, Пасха отгремела, и это все уже, все новое началось. Началось, да не закончилось. Пасхальные праздники отгремели. Мы вышли из Египта, все в порядке, вот идем прямым курсом. И вот впереди Черное море. И вдруг докладывают, фараон опомнился. Фараон вдруг пришел в себя и понял, что все рабы ушли, работать некому. И Пасха говорит, фараон взял свою царскую колесницу, собрал всю армию, и он решил вернуть всех израильтян назад в Египет. Фараон реваншист. Запомни, когда отгремели пасхальные праздники, расслабляться нельзя. Жизнь продолжается. И знаешь, что все враги, с которыми Бог разбирался вчера, они реваншисты. И болезнь будет брать реванш, и твой грех вчерашний будет брать реванш, и нищета будет брать реванш. Дьявол тоже реваншист. И представляете, от западня, впереди море, позади колесницы фараона. И ты попал. И здесь дьявол дает столько идей, и столько мыслей. Все это напрасно. Вся эта Пасха, все эти песни, весь этот пасхальный агнец, все эти, все это ерунда. Я скажу, не все, и абсолютно это не ерунда. Все, что Бог начал, Он будет продолжать до победного и триумфального окончания. Наш Бог есть альфа и омега, начало и конец, и Он повелевающий Бог. Он повелевающий Бог. А мы люди не повелевающие. Мы люди дрожащие. Вы знаете, люди испугались. И первая претензия, Моисеев, зачем ты нас вывел оттуда? Ну, у всех вера нормальная. А с этой верой сплошные враги. Спокойная жизнь закончилась. И Бог пришел к Моисею и сказал, успокой народ. Самое главное, успокоить народ. И Моисей сказал, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Друзья мои, в духе я ощущаю, что Бог явит спасение. Он явит славу Свою и над своим народом, и над врагами народа Божьего. Ибо египтян, которых видите вы ныне, врагов, которых вы видите ныне, болезни, которые вы видите ныне, боли не увидите вовек. То есть причина твоего страха, причина твоего беспокойства, причина твоей паники, причина твоего ужаса. Господь говорит, эту причину я ликвидирую. Видите ли, друзья? Мы часто говорим, Господь, избавь меня от страха, избавь меня от ужаса. Страх – это продукт, это уже следствие чего-то. Господь не борется со следствием, Господь борется с причинами. Если я боюсь, я чего-то боюсь. Мне не просто нужно освобождение страха. Господь, кто меня пугает, его утопи, пожалуйста, и все в порядке. И я буду тебе очень благодарен. Как раз тот случай здесь и описывается. Амэн говорит, Господь не изгонял здесь, а энкаунтер против страха, освобождение, он не проводил. Он говорит, египтяне, которые наводят на вас ужас, вот египтян, которых вы видите ныне, не увидите вовек. И ты сидишь, ну, а как их так много? Они крутые, у них колесницы, они обучены. Угомонись, у нашего Бога столько средств гасить этих всех навороченных врагов, что ты даже себе не представляешь. Я беру сегодня себе это обетование за основание враги, которые меня сегодня колбасят, которые сегодня меня приводят в раздражение, которые меня ужасают, их больше не будет. Веришь ли ты всему? Поэтому не бойся, стой в вере, и увидишь спасение Господне. Ибо египтян, от которых ты ушел, с которыми Бог рассчитался, и вдруг они, очнувшись, побежали за тобою, зря побежали. Вот остались бы дома, как-то жизнь у них лучше сложилась. Даже в опустошенном дворце легче жить, чем на дне Черного моря. Вы со мной? Вот я такому Богу верю. Вот такому Богу верю. Что Бог по голове стучал этих египтян, не только в Египте, но даже на берегу Черного моря. И даже на берегу Балтийского моря тоже. Вы верите этому? Скажи, мой Бог сильнее фарона. Мой Бог сильнее всех врагов. Он положит всех врагов в подножие ног своих. Халлелуя. 14 стих. Очень важно. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Братья и сестры. Don't worry. Be happy. Это по-латышски означает no problem. Без паники. No panic. Смотрите, Господь будет поборать за вас. О Боже. О Боже. Как мы устали сами сражаться. А ты молчишь. Давай теперь мы чуть-чуть отдохнем. А ты поборай за нас. А Господь говорит, я это и ждал. Вы мне мешали. Потому что вы под ногами путаетесь. Потому что я бы начал бы мочить египтяна, а вы между ними там. Ну, чтобы вам не досталось. Уходите. Садитесь спокойно. Я буду поборать за вас, а вы будьте спокойны. Господи, вот классно. Хоть это не входит в харизматическое учение, но в Библии оно как-то отмечено. Давайте вместе скажем, Господь будет поборать за нас. А мы должны быть спокойны. Ещё раз. Господь будет поборать за нас, а мы должны быть спокойны. Ещё раз. Господь будет поборать за нас, а мы должны быть спокойны. Аминь. Аминь. Если уж Господь объявил войну египтянам, то вот вы знаете, им плохо будет. Читаем дальше. И сказал Господь Моисею, а ты что вопиешь ко мне? И тогда нам кажется, что Господь, тебе нравится, когда мы и слезы перед тобой льем. Конечно, это иногда классно. Знаете, когда вот выдохни боль, горечь выдохни. Вы знаете, это все периодически, а апогей нашей веры, это разговор с позицией сил. И смотрите, он вопиял, потому что вроде бы он народу говорил, не бойтесь, стойте в вере и увидите спасение Господне. А сам заходит к себе в кабинет. Сказать-то это легко. А почему стою у стенки? У меня дрожат коленки. Это мы здесь на сцене, знаете, с микрофоном. Особенно, когда СНЛ нас транслирует. Когда мы в онлайне, мы, как сказать, мы герои. А когда остаемся одни, Господи, не посрами раба твоего, который так много наговорил, успокоил народ. И народ не боится уже. Он уже стоит. И смотрит. А пока ничего не видно. Пока не бачу ничего. Господь, не посрами. И он там вопиял. Господи, пожалуйста. Мне это так знакомо. Потому что иногда уходишь в лес и вопиешь. Господи, не посрами раба твоего. Ну, от имени твоего пророчествовали. И именем твоим чудеса творили. Не закрой дверь свою. Вы знаете, вроде так хочется взрослому стать детем. Знаете, вот, хоть Калет и говорил о мультиперсоналити, но, что в каждом мужике ребенок живет. А в каждой женщине большой-большой харизматки, ой, как сказать, харизматической веры такой повелевающей. Живет такая хрупкая девочка. И иногда мужикам хочется кому-то на колено лезть. И просто стать, устаешь быть сильным. Давайте согласимся. И женщины устают быть сильными. И мужики устают быть сильными. И пасторы устают быть сильными. И хочется просто... И выплакаться. А, кажется, ты что? Типа, нюни распустил. Это не время. Будешь потом. Это сейчас не время. Сейчас не время, когда колесницы уже догоняют вас. Не надо плакать. Плакать будешь потом. Когда они утонут. И то, если получится. Вы за мной? Я понимаю. Мы устаем быть воинами. Мы устаем быть сильными. И нам хочется чуть-чуть побыть слабыми. Побудь чуть-чуть слабым, а потом снова становись сильным. То есть, выходи из роли сильного на некоторое время. Потом снова одевайся. И выходи и говори. Не бойтесь. Стойте вере. Господь явит славу. И у нас вера повелевающая. Толкни соседа, скажи. Можешь расслабиться, но ненадолго. Но ненадолго. Бог определил нам силу. Халлалуя. И смотрите, что Бог говорит. 15 стих. И сказал Господь Моисею. Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилям, чтобы они шли. И, понимаешь, то не бойтесь, стойте. И смотрите на Божье спасение. Через некоторое время. Газелий говорит, теперь скажи, что они стоят там. Но ты же сказал, чтобы они стояли. Они застоялись уже. Скажи, молодцы, что стояли. А теперь надо идти. Мы уже так привыкли стоять. У нас учение такое. Не бойтесь, стойте, смотрите. А сейчас не бойтесь, идите. И смотрите. Все меняется. Поэтому на каждом собрании надо присутствовать. Это в январе говорили, не бойтесь, стойте. А в апреле уже не бойтесь, идите. Братья и сестры. Не бойтесь, идите. Потом посидите. И Господь сказал Моисею, чтобы он сказал, не бойтесь. И скажи, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его. Потом иди только. Говорит, а ты возьми жезл, простри на море и раздели его. Ладно, когда четыре разделить на два. Я могу это разделить. А ты представляешь себе? Ты подходишь к морю. Того берега даже не видать. И он говорит, возьми жезл. Простри, раздели. Чтобы когда ты разделишь море, народ пошел пешком. Господь, ты думаешь, что ты говоришь? Это как? Это как? Бог нас учит. Сзади враги, а впереди море. Не врагам надо сдаваться, а продолжать идти, даже если море еще не раступилось. То есть, чему Бог учит? Жезл. Это символ власти. И он говорит, научись приказывать морю, и оно раступится. Просто простри жезл и скажи, раступись море, и оно раступится. Не Бог это делает. Я представляю, у меня бы был вопрос. Господь, ты обещал поборать за нас? Ты обещал, что мы должны быть спокойны и сидеть смотреть спасение? Чего ты издеваешься над нами? Какой-то жезл. Это у ментов жезл, у полицейских жезл. Они останавливают машины, а ты нам такие экзамены даешь. Остановить море. А ты попробуй. Знаете, как это? Три поросенка это реклама. А ты попробуй. Возьми жезл. Вот сейчас будем молиться, братья и сестры. Возьмем жезл власти, и мы будем молиться, потому что нам идти надо дальше. В тупике долго нельзя находиться, потому что тупики делают людей тупыми. Я могу в тупике быть пару дней, я не отупею, но если я в этом тупике уже два года, тупики делают людей тупицами. Не путайте, это не две пиццы, а это когда мозги уже... И смотрите, какой урок здесь. Господь говорит, нельзя долго застревать вот в таких тупиках. Сдаваться назад нельзя. Мы должны идти вперед. Поэтому возьми жезл, простри на море и раздели его. Опыта такого не было. И у меня не было опыта, и у тебя не было опыта. А вообще надо приобретать. Если мой Бог повелевающий Бог, и я хочу учиться у моего Бога, и если он дает мне жезл, я буду его простирать. Попробую. Помните, когда Елисей, когда Илья уехал на небо, улетел, он свой мелодь сбросил, тот взял, говорит, проверить надо, та или не та плащаница. Он подошел к этому Иордану, ну где там этот Бог Ильи? Хлам. И смотришь, Иордан раступился. А, значит, та тряпка. Это как? Значит, плащаница та, значит. Все. Амин. Если у тебя что-то есть, проверь, работает или нет. Если у тебя есть вот эта вот мелодь, проверь, работает или нет. Если у тебя есть власть, проверь, работает или нет. Вот сейчас мы и будем не проверять, а утверждать. Наш Бог, повелевающий Бог. И Моисей, Писание говорит, слушайте, Моисей, а я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, на колесницах его, и на всадниках его. И узнают египтяне, что я, Господь, когда покажу славу мою на фараоне и колесницах его. Бог желает явить славу свою не только в моей жизни, но и в жизни моих врагов. Бог говорит, и узнают они, что я, Господь, Бог. И там, вы знаете, это история. Моисей, какой он смелый человек, какой он покорный Богу. В глазах других людей, как дурак, стоишь вот так вот, как памятник Ленина. Сработает, не сработает, жезл в сторону моря. И ты видишь, брызги, чайки летают, а ты стоишь. Простереть-то жезл могу, а как разделить-то воды? Это уже что-то, это что-то сверхъестественное. Братья и сестрим, вот здесь-то фокус весь закрыт. Делай то, что тебе Бог повелел. Если Он приказывает, ты приказывай. И дальше что происходит? Сразу одним ударом, как сказать, и благословение для своих, и благословение для чужих. Простер-жезл, море раступилось. Я вообще на эту тему молчу. Надо время еще для молитвы дать, я тут запроповедовался сегодня. И народ пошел. Идет по-сухому, здесь стена. Представляете, вот такой дельфинарий, аквариум. Они идут, как будто стеклянная стена, рыбки плавают, детки заглядываются, а их и взрослые, быстренько, быстренько, извини здесь, это вам не зоопарк, это просто надо срочно перебегать. Мама, как красиво. Я тебе сейчас покажу красиво. Давайте бегом, бегом, бегом. Врагам будет такую красоту посмотреть. А враги уже, говорят, мы тоже в дельфинарий хотим. Мы тоже хотим посмотреть, как выглядит изнутри, вот этот мир, водный мир. И описание говорит, когда они до середины дошли, а дошли до кое-как, ну что Бог у них, как у наркоманов, начал колеса забирать. Представляете, все колесницы, колесница от слова колесо. И вот это колесо Господь забрал раз, забрал два, и лошади едут, представляете? Им уже тяжело. Скажи, им уже тяжело? Им уже тяжело. Им уже тяжело. Бог уже у них колеса поотрывал. И они добрались кое-как до середины, а израильтяне уже добрались до этого берега. И Господь говорит Моисею, ну теперь погляди последний раз, фотку сделай. Потому что еще секунда, махни этим жезлом еще раз. И он махнул жезлом, и вдруг, вау. Вы видали, когда вот эти вот гидроэлектростанции, когда вот эти вот тонны воды, когда... И вдруг тонны воды, и фармон, не понял. И это было последнее слово. И вода их покрыла, накрыла, и только фуражки их, вот всякие там трусы, там нижнее белье, там вот всякие на воде плавают. И Господь говорил, я вам говорил, что египтяне, которых вы видите, больше никогда не увидите. Друзья мои, слава Богу, что у нас есть море, что у нас есть земля, что у нас есть Бог. Короче, все необходимое для того, чтобы повторить это великое чудо. Вы верите нашему Богу? Воздай Господу великую славу! Аллилуйя! Наш Бог не позволит нашим врагам загонять нас в тупик. Мы прострем жезл во имя Иисуса Христа и скажем, ты, море, расступайся! И море расступится! Нет дороги, будет дорога. Нету двери, будет дверь. Иисус Христос, выход из любой ситуации. Давайте закроем глаза и пусть это откровение, оно растворится в нашем сердце. Дух Святой, я прошу тебя, пусть наша вера будет непоколебимой, пусть наша вера основывается на твоих обетованиях. Хэмо камерез шан дженда, блестора мэкрен джагар бакатая. Аллилуйя! Соедините руки, пусть будет одна вера, пусть не будет отстающих, пусть вера будет сильной, повелевающей. Глори шан госата, крыма, кесопа, пербололе бросчат саталая. Глори! Глори! Шан дала лангри сая, глома шан те кочата. Господь будет поборать за нас, египтян, которых ты видишь, не увидишь вовек. Наш Бог творит чудеса. Слава Божья является над народом Божьим. Слава Божья является над врагами народа Божьего. Слава Божья является над народом Божьим. Глори! Дух Святой сделай нас сильными, непоколебимыми. Сделай нас воинами. Пусть наша вера будет побеждающей верой Повелевающей верой Поднимай свой дух Пусть наша вера будет побеждей Пусть наша вера будет побеждей Дайте молитвы за начальствующих и властей Пожалуйста, Игорь, поднимись на сцену Давай будем молиться сейчас за наше правительство